По сути, сегодня существует набор различных платформ, которые, с одной стороны, выпускались в последние два года и закрывали различные уровни социальной жизни, а с другой стороны, планируют выпускаться для того, чтобы собраться в одну цифровую экосистему, которая будет называться, мы не знаем, «Цифровая Беларусь», «Новая Беларусь» или как-то по-другому, «Цифровая Беларусь» — это как просто рабочее название проекта. Чего мы пытаемся сделать? Мы пытаемся сделать экосистему, в которой белорусу в Беларуси или белорусу, выехавшему за границу, можно будет найти какую-то пользу для себя с одной стороны. То есть поэтому у нас появлялись медицинская платформа, юридическая платформа, платформа взаимопомощи, платформа за контролем волеизъявлений людей, то есть голос, который определял фальсификации на выборах. То есть это набор инструментов, где люди могут либо зарабатывать себе деньги, врачи, учителя, юристы, либо помогать друг другу, либо поддерживать друг друга. Мы, опять же, выпускали продукт «Баймапка» про взаимодействие человека и бизнеса. То есть люди, которые открывали что-то новое в новых местах, мы всем остальным белорусам про это рассказывали через цифровые инструменты. То есть первый кусочек этой цифровой платформы — это польза для людей, простраивание горизонтальных связей, возможность в этой платформе жить и зарабатывать. Это очень важно, потому что врач, который зарабатывает через цифровую платформу деньги своим талантам, становится менее зависим от Минздрава и от фраз Лукашенко «Мы вас всех уволим, вы себе работы не найдете». То есть первый кусочек — это кусочек для людей, альтернативная реальность, в которой можно зарабатывать полноценные деньги. Второй кусочек — это, безусловно, политическая жизнь, потому что если люди собираются вместе, в любом случае им нужно представительство для принятия каких-то совместных решений. И здесь мы работаем в плотном партнерстве с существующими демократическими силами. И наша платформа может стать инструментом волеизъявления граждан в цифровом пространстве для того, чтобы опять же выбирать, перевыбирать себе лидеров, определять, что эти лидеры делают и прочее, прочее. Дальше появляется очень важный экономический эффект. То есть если мы говорим про государство, которое создало себе политические структуры, с которыми оно взаимодействует, то у нас в любом случае появляется институт каких-то налогов, потому что у государства должен быть бюджет. Этот бюджет должен тратиться на культуру, на армию, на международные отношения. И это достаточно серьезные деньги, потому что если мы хотим делать все это по-взрослому, то для международных отношений нужна армия лоббистов, которая адвокатирует интересы Беларуси в международном сообществе. Для военной части нам нужна армия, содержание армии — это сотни миллионов долларов. То есть для культуры нам нужно отдельное обложение сюда, потому что сегодня происходит де-беларусизация людей внутри страны, сегодня происходит отток беларусов из Беларуси по всему миру, дети перестают учить беларусский язык, беларусскую литературу, кто-то ищет репетиторов, кто-то махает рукой и думает, когда нет, никогда. И для того, чтобы все это жило, по сути, мы должны отстроить еще механизмы бюджетирования этого всего. И тогда мы говорим, что мы говорим про полноценное государство в цифровом пространстве, которое несет пользу для людей, имеет свои политические институты, имеет свой бюджет, имеет прозрачную отчетность по тому, как этот бюджет тратится, как на что с участием людей в этом все. И это уже повод, чтобы приходить к МИДам стран, к офису ООН, просить признать это каким-то полноценным, суверенным государством. Это очень долгий путь, по-честному. Мы не верим в быстрый настоящий паспорт. Но мы верим в то, что вот такими маленькими шажками для него можно дойти, потому что, когда туда приходит человек, за которым стоят там полмиллиона человек или миллион человек, это уже сопоставимо с существующими физическими государствами. И таким образом можно что-то получить. Возможно, это не будет полноценный треул документ вначале, но хотя бы какое-то признание вначале отдельных стран, потом большего количества стран и так далее и так далее. Подобные прецеденты есть. Есть, например, Мальтийский орден, государство, которое арендует свою территорию у Италии, которое не признается частью стран в мире, но большинством стран, включая ООН, признается. Поэтому это достаточно сложные такие штуки, которые все равно будут во времени эволюционировать. Я думаю, в будущем мы перейдем от государства по территории до государства по либо ценностям, либо по каким-то другим вещам. И, соответственно, почему бы нам не попробовать сделать это прямо сейчас? Тем более, что организация людей, организация государственных структур, организация своей армии и прочего позволяет перейти на следующий нормальный взрослый уровень, когда можно уже пытаться отвоевать свою родную территорию. Расскажите, как технически будет выглядеть цифровой паспорт, ID, QR-код, это какая-то реально пластиковая карточка или что? На самом деле, когда мы говорим про цифру, это может быть просто любой аккаунт, который тебе что-то дает. Он должен быть защищенный и безопасный, это важно. Он должен поддерживать возможность определить, что это живой человек, живым документом. Сегодня все эти технологии есть. Сегодня любые люди, которые открывали счета в иностранных банках онлайн, они проходят процедуру KYC, но ее клиент, это когда они сканируют паспорт, сканируют свое лицо. Система сама определяет, что это действительно человек, не фотография, это действительно его паспорт, паспорт настоящий и так далее и тому подобное. Сегодня все эти технологии есть, нам не нужно решать эти проблемы с нуля. Сегодня гораздо больше проблема, которую нужно будет решить нашим политическим структурам, это почему человек должен быть в этом государстве. Просто осознанности, потому что это круто, или потому что это против Лукашенко, или просто это за демократические ценности, этого мало, этого по-честному мало. Люди должны получить какую-то осязаемую пользу для себя лично, и те, которые находятся в Беларуси, и те, которые находятся за границей. И тогда владение этим цифровым identity позволит им, соответственно, эту пользу для себя извлекать, либо зарабатывая деньги, либо получая какие-то преференции в различных странах, если они находятся за границей. И этот ID может использоваться для чего угодно, для верификации бизнесов, для верификации, что человеку не нужно блокировать счета, если он за границей, для, опять же, возможности зарабатывать деньги внутри Беларуси. Это просто будет инструмент, если за ним будет какая-то реальная польза для людей. А как Вы вообще оцените, насколько реально, что вот как ситуация с Мальтийским орденом, действительно этот паспорт признают страны, и не только внутри Беларуси можно будет какие-то преференции получить, но и от других стран? А, ну это же вопрос договоренности. Все, что существует в мире, это результат договоренности между людьми. Договоренности можно менять со временем, и если Вы приходите и приносите что-то абсолютно новое, чего еще нет, на это смотрят как минимум с интересом. То есть мы пробовали объяснить эту идею и в МИДах разных стран, и с представителями ООН, мы не слышали твердого нет, да, мы слышали от кого-то, что это сложно и долго, от кого-то это сложно, долго, но интересно, Вам точно стоит попробовать, потому что, скорее всего, мир все равно к этому придет просто лет через 50 или 100, да. Мы не готовы столько ждать. Но у нас же, опять же, ультимативная задача этого всего, это не чтобы это признал мир. Наша ультимативная задача вернуться домой. Нам для того, чтобы вернуться домой, определенно нужны, как я уже сказал, бюджеты, армия, силы, лоббисты и все остальное. И для того, чтобы это организовать, нам в том числе нужно организовать людей, которые все это будут двигать, потому что это уже не тот уровень, когда можно привлекать гранты, просить там доноров и все остальное, это может двигаться только большим количеством людей, которые в это верят. Поэтому первостепенная задача собраться, организовать систему, при которой мы можем полноценно вернуть себе территорию, второстепенная задача, чтобы это признавалось еще как что-то дополнительное. Когда у белорусов изгнание будет возможность вернуться домой, это цифровое государство продолжит тоже свою деятельность? Есть такое в планах или Вы так далеко еще не думаете? Нет, безусловно, да, потому что мы же понимаем, что сегодняшние институты в Беларуси, они в принципе аналоговые. То есть, соответственно, любые улучшения, которые мы здесь можем принести, мы можем принести сразу же за счет вот этой платформы. Поэтому, конечно же, оно может существовать дальше. И более того, какие-то компоненты нашей платформы, такие как работа со своей нацией за рубежом и так далее, мы бы в принципе хотели предлагать и другим странам как инструмент взаимодействия с их диаспорами, потому что в случае Беларуси мы вынуждены строить страну с нуля, в случае с другими странами мы, возможно, могли бы часть финансирования этой системы привлечь за счет помощи им в работе со своим населением за границей, раз уж мы все равно делаем это для себя. Расскажите еще подробнее про процесс принятия решений. Как это будет выглядеть? Тоже онлайн-платформа типа «Голоса», в которой белорусы могут доголосовать за какие-то важные решения, типа членов Координационного совета или другие. Вот как это выглядит? Смотрите, если мы говорим, что мы строим действительно полноценное государство, в этом государстве должен быть анонимный, авторизованный человек, который является точным белорусом. Поэтому нам для этого нужно два фактора. Это первое – документ, второе – человек. Технологии, которые сопоставляют сегодня документы человека, есть. Соответственно, технически мы можем организовать это голосование, по-честному, хоть завтра, потому что технологии готовые есть, их можно просто взять и использовать. Соответственно, дальше нам нужно отстроить политические институты, где это голосование становится нужным. То есть, вот, допустим, демократические силы объявляются в создании кабинета. То есть, если у этого кабинета есть какая-то программа, то участники кабинета могут голосовать за выборы представителей в этот кабинет. Технически с этим проблем, как я уже сказал, нет. Это будет не чат-бот, как было с голосом, это будет, скорее всего, либо отдельный сайт, либо отдельное мобильное приложение. Скорее то и то, потому что для белорусов в Беларуси одно, а для белорусов за границей другое. Но технически здесь нет проблем, проблема смысловая. То есть, смысловая проблема – сколько белорусов придет завтра голосовать в этот условный комитет или конгресс, или обновленный координационный совет, и зачем они будут это делать. Вот если политические структуры могут четко ответить на вопрос, зачем вам выбирать к нам людей, и что мы будем делать после этого, тогда обеспечить голосование анонимное, безопасное, привязанное к человеку, нет никаких проблем. А вот как, кстати, будет сформирована безопасность? Ведь тут, во-первых, есть вопрос с безопасностью внутри Беларуси. У нас преследуют людей за комментарии в соцсетях, а тут целое участие в цифровом государстве, которое фактически экстремистское, могут сразу же признать всю платформу, как была платформа «Голос». Ну и во-вторых, в целом, если это сайт, то может быть вопрос с утечкой данных, персональных данных наших граждан. Как будет вот это все защищаться? Да, это очень важный вопрос, потому что это, в принципе, еще вопрос о контроле над данными. Никто не хочет сегодня владеть персональными данными беларусов, из тех, кто там работает сегодня над этой платформой. Поэтому есть решения, позволяющие осуществлять децентрализованное хранение данных на базе блокчейна, на базе других технологий. То есть, по сути, это криптокошелек, в котором хранятся не твои деньги, а твои данные. И они принадлежат только тебе. Нет никакого единого реестра, нет никакой единой базы, нет никакого человека, который может за коньяк украсть базу данных и продать, грубо говоря. Да, соответственно, мы собираемся использовать именно подобные решения. То есть, они сегодня существуют в основном в виде, как раз таки, мобильных приложений, но их можно там один раз проверифицироваться, после этого приложения удалить, и в следующий раз там вернуть его, когда оно тебе нужно. Да, то есть, это не очень удобно, но хотя бы безопасно. То есть, и при этом мы понимаем, что, да, мы упремся здесь в то, что, по сути, мы не владеем никакими данными вообще, но это ситуация, к которой мы хотим прийти, потому что в тех условиях, которые есть сейчас, точка хранения данных, это всегда самое уязвимое звено, и мы хотим от него отказаться с самого начала. Расскажите, когда по срокам это может все заработать? Как долго ждать с цифровой Беларуси? На самом деле, мы бы уже и вышли сейчас, но когда началась война, к сожалению, у нас большое количество людей переключилось на другие проекты. У нас история большей части волонтерская, мы на техническую часть не используем никаких доноров, грантов, это приватные бизнесмены и волонтеры. Поэтому только недавно мы переорганизовались для того, чтобы работу продолжить. Мы сейчас начали показывать какие-то закрытые демо инициативам, чтобы вначале получить у них отзывы. Мы собираемся запустить ограниченное тестирование в сентябре на где-то тысячу-две человек, чтобы тоже собрать какие-то ранние отзывы. Ну и по результатам этого исправления, наверное, октябрь будет там честным сроком, когда мы можем эту штуку вывести уже в широкое пользование. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!